В осенних красках преобладает желто-оранжевая тона. И это касается не только деревьев и кустарников, которые сменяют свою яркую летнюю зеленую окраску на эти цвета, но и также хвост. Все прекрасно знают, что достаточно малейшего заморозка или даже длительного понижения ночных температур, как упругие крепкие листья хвост, они начинают терять свой тургор, становятся такими достаточно вялыми. Но самое главное, у них окраска из зеленой переходит на оранжево-желтую. Но при всем многообразии сортов хвост, каждый сорт на понижение температур реагирует по-разному. И найти какую-то закономерность в том, почему одни сорта достаточно длительное время сохраняют свою первозданную зеленую окраску, а другие тут же моментально ее теряют, я так и не смогла. То есть, казалось бы, сорта хвост с такими плотными листьями, они должны быть более устойчивыми, но это оказалось не так. Сейчас я вам покажу несколько примеров. И в то же время сорта с такими довольно-таки тонкой нежной листвой, они остались зелеными до поздней осени. Ну вот здесь вот среди моих сортов, если посмотреть авокадо, практически не потерял свою окраску. Стоит такой же яркий, зеленый, как будто не конец октября с уже такими холодными ночами, а еще полный разгар летом. А в то же время рядом довольно-таки плотнолистный, если так можно выразиться, сорт Пауз Глори. Вот с такой вот. Видите, какая у нее вафельная красивая поверхность. Но сейчас он уже практически полностью стоит в желтых тонах. Сорт Нептун с красивой волной по краешку. Видите, какая она интересная. Окраску свою практически не изменил. Кое-кое-где вот здесь вот на краешках листьев мы видим немножко такое пожелтение. А вот рядышком классический такой сорт, знаменитый Golden Meadows, с очень плотной, кожистой такой листвой. Но казалось, он уже должен был стоять до последнего стойким солдатиком. А нет, полностью желтый. Листва уже начинает терять свой тургор. Но до сих пор вот остается такая знаменитая ее юбочка-каемочка по краешку листа, которая делает этот сорт очень узнаваемым и ценимым. А сорт Rainbow End, конец радуги, ну вообще красавчик. Вот посмотрите, на фоне пиза, с которой сзади очень уныло выглядит, он вообще, как говорится, в полной красе и расцвете своих сил, сохраняя и свою необычную окраску, и форму листа. В общем-то, удивительно. С чем связаны вот такие вот изменения окраски и время ее наступления, я так и не поняла. И вот из этой вот всей массы самым поразительным для меня было это сохранение окраски у сорта White Fize. Знаменитый сорт, который рано весной он выходит с чисто бело-молочными такими листьями. На всех картинках в горшочке его показывают, но вообще там глаз не оторвать. Но, правда, никто потом не указывает, что такая у него окраска молочно-белая. Она исключительно только весной, может быть, в начале лета, потом листья в большинстве своем зеленеют. И только вот к осени кое-где молодые листочки с каким-то намеком на белизну еще выходят. И, казалось бы, вот этот вот сорт, у него очень такая листва тонкая, нежная, я бы сказала. И, несмотря на это, вот по сравнению со своими крепешами-товарищами, он остается зеленым, не теряя ни тургор листа, не теряя свою окраску. То есть природа своими загадками удивляет нас, заставляя, в общем-то, восхищаться ее разнообразию и приспособленности всех растений к тем или иным. Условия.